Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Ложная тревога. Сотрудников и студентов ДГУ эвакуировали за сообщение о минировании. Текущая вода и в скале прорубит путь. В Хасавюрте в результате ливневых дождей смыло заградительную стену. Соглашение подписано. Дагестан туристический. Зарина Дагузова, Сергей Меликов и федеральные туроператоры подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Об итогах рабочего визита главы Ростуризма в Дагестан смотрите в выпуске. Своевременная диагностика – главное в борьбе с тяжелым недугом. В Махачкале находятся ведущие российские специалисты в области онкологии. Мы будем использовать новые современные методики, которыми мы постараемся обучить наших коллег, для того, чтобы они смогли универсально применять их в своей руке. Очередное анонимное сообщение о ложном минировании в Махачкале. На этот раз экстренная эвакуация понадобилась сотрудникам и студентам Дагестанского государственного университета. Информация о наличии в стенах вуза взрывного устройства не подтвердилась. Все обошлось небольшим перерывом в учебном процессе. А вот в Дербенте сотрудники полиции задержали гражданина, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Инцидент произошел на улице Гагарина. Возле кафе он обстрелял 34-летнего местного жителя из травмата. Пострадавший с различными ранениями был госпитализирован. Подозреваемым оказался 28-летний житель Дербента. Он пояснил, что достал пистолет в ходе потасовки, а после выбросил оружие в море. Полицейские проверяют все обстоятельства и достоверность показаний участников инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью. К счастью, здоровью героине следующего материала ничего не грозит. Поезд травмировал 19-летнюю девушку на железнодорожном перегоне Махачкала-Тарки. Она получила травму при переходе через пути. Произошло касательное столкновение с грузовым поездом. Пострадавшей оказана медицинская помощь. В Хасавюрте в результате ливневых дождей смыло заградительную стену. Она состояла из железобетонных блоков длиной по 2 метра каждая. Общая высота стены 3,5 метра. Ширина 2 метра и длина более 25. При этом, как сообщает сайт местной администрации, движение автотранспорта на данном участке не затруднено. Находящаяся в Дагестане с рабочим визитом Зарина Дагузова посетила ряд крупных инвестиционных проектов и объектов, которые реализуются в настоящее время в республике. Так, для федерального чиновника устроили экскурсии по комплексам Янтарная и Главрыба. Дагузова дала высокую оценку деятельности туробъектов. Классно вписывается в ландшафт, извиняюсь, просто очень много обсуждали. В общем-то и гостиницы бы строились с учетом именно местного национального. Что называют гарантию? Очень просто. Если что, такое интересное, конкурентое. Спасибо. Это вручную, да? Наша соседка приносила домой, делая кантик вот этим белым литким, она их сшивала и собирала весь. Глава Ростуризма также осмотрела находящийся на стадии завершения туристический объект Нохо. Он представляет собой три пещеры, соединяющиеся под весным мостом, который расположен на высоте 60 метров над рекой Сулак. По словам Дагузовой, объект должен стать одной из точек притяжения туристов в регионе. Посетила Зарина Дагузова и Черкейскую ГЭС. Гидроэлектростанция обладает самой высокой арочной плотиной в России. Впервые она открылась для туристов в апреле прошлого года. Итогом рабочего визита Дагузовой стали встречи с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым и подписание трехсторонних соглашений о сотрудничестве между Республикой, Ростуризмом и ведущими федеральными туроператорами. Вы знаете прекрасно, насколько сегодня востребованы туристические объекты, маршруты Дагестана. В общем-то это было заметно уже в прошлом году, в этом году привлекательность Дагестана стала еще больше. И подписано сегодня соглашение, прежде всего направлено на то, что мы получаем возможность использовать чартерные туры, которые включают не только перевозку туристов, но и организацию экскурсионных поездок, перевозок по Дагестану, размещение людей в Дагестане и, соответственно, оказание других видов услуг в туристической сфере всем, кто этими турами может воспользоваться. Особенно важно то, что у нас вот для именно эти чартерные туры становятся востребованными среди людей с средним достатком, то есть среди тех людей, которые на сегодняшний день предпочитают такой отдых бюджетный. У нас сейчас Дагестан как раз на середину лета готовит большую заявку на софинансирование таких общественных предпринимательских инициатив. Это поддержка малого-среднего бизнеса на реализацию как раз вот таких туристических проектов, о которых мы с вами говорили, об устройстве маршрутов, дроп, всем необходимым, а также кемпингов, автокемпингов. По модульным гостиницам Дагестан в числе немногих регионов, которые у нас в этом году впервые в этой программе участвуют, это вообще совершенно новый проект, 150 миллионов финансирования Дагестан получил и 500 номеров в этом году уже будет создано. Я подчеркну, что Дагестан среди 19 регионов, которые в этом пока еще, можно сказать, пилотном проекте у нас участвуют. И также мы вместе с республикой готовится еще заявка на туристическое обустройство центра Дербента, тоже порядка 250 миллионов рублей можно получить на такое туристическое обустройство Дербента. Эта заявка тоже сейчас регионам готовится. И еще очень важный момент. Сегодня мы много про это говорили. Очень не хватает, особенно на побережье, качественных, современных гостиниц, которые готовы оказывать услуги на самом высоком уровне для и местных туристов, и для приезжих туристов. Онкопатруль прибыл в Дагестан. Наша республика стала 16 регионом, где проходит всероссийская масштабная акция. Пять дней ведущие специалисты России будут обследовать граждан и проводить уникальные оперативные вмешательства. Подробнее в сюжете по тьму от Ханаповой. Не надо бояться прийти на прием. Об этом единогласно говорят все врачи. Цель всероссийской акции – изменить отношение граждан к профилактике онкозаболеваний. Кроме того, приезд ведущих специалистов страны – это хорошая возможность для местных врачей получить новый опыт. Каждый приезд специалистов федерального центра – это большое событие. И не только с точки зрения совершенствования наших специалистов, но еще и большое поспорье в том, чтобы не будет необходимости выезда наших пациентов за пределы республики. В первый день акции прошли диагностику почти 800 работников завода «Дагдизель». На акцию «Онкопатруль» они пришли дружно, как на смену, потому что знают, это нужно прежде всего им самим. Кроме того, федеральные врачи провели совместно с местными онкологами уже несколько сложных уникальных операций. Предварительно запланировано 10 крупных реконструктивно-пластических вмешательств, но количество пациентов варьируется в зависимости от того, что у наших коллег есть желание прооперировать и гораздо большее число пациентов. Мы будем использовать новые современные методики, которыми постараемся обучить наших коллег, для того, чтобы они смогли универсально применять их в своей рутинной практике. Медицинские обследования, обучающие семинары, мастер-классы, встречи со студентами, показательные операции. Большая группа ведущих специалистов во главе с главным онкологом Минздрава проведет у нас 5 интенсивных дней. Сегодня республика занимает не самые худшие позиции по выявляемости и пятилетней выживаемости при выявлении онкологических заболеваний. Наше оборудование в онкологическом центре сейчас позволяет выполнять все эти оперативные миссариства. В онкологический центр на протяжении трех лет закупалось все необходимое медицинское оборудование в рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Чем раньше выявлена болезнь, тем оптимистичнее прогноз. Своевременная диагностика – самое эффективное оружие в борьбе с онкологическими заболеваниями. Патимат Ханнапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Каспийск. До трех миллионов рублей могут получить сельхозпроизводители Дагестана. Речь о безвозмездных субсидиях на развитие хозяйства. Для этого нужно стать участником программы развития горных территорий. Прием заявок осуществляет Минэкономразвитие региона и продлится до 24 июня. Участвовать в конкурсном отборе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность в горах. Деньги выделяются по нескольким направлениям. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Не переключайтесь. Махачкалинский таксист чуть было не уехал в армию. Автомобиль молодого жителя столицы республики остановили для проверки документов. Полицейские сообщили ему, что он находится в розыске из-за неявки на военный призыв. В итоге водителю пришлось высадить клиента и поехать в военкомат вместе с сотрудниками МВД. Там якобы уклониста признали годным к службе, хотя на предыдущей военной комиссии он был признан негодным из-за грыжи позвоночника. Как сообщает молодежка, в военном комиссариате журналистам издания заявили, что речь идет об обычной процедуре прохождения комиссии во время призывной кампании. Если повторная медкомиссия подтвердит его диагноз, ему положена очередная отсрочка, пояснили в комиссариате. Студента из Дагестана нашли мертвым в Москве. Тело уроженца Махачкалы обнаружили на территории парка Лосиный остров. Известно, что погибший молодой человек учился в Московском строительном университете. Как пишут СМИ, накануне студент отмечал свой день рождения в общежитии и ранним утром вышел на улицу. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Дагестан среди самых некурящих регионов России. По данным консалтинговой сети Финэкспертиза, в республике курят менее 10% взрослого населения. Меньше всего курильщиков также и в Чечне. Там 2%. В Ингушетии 5,5% и в Дагестане 9%. Больше всего курильщиков в Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии и Сахалинской области. В этих субъектах курят от 30 до 33% жителей. Более 1 миллиона рублей перевела дистанционному мошеннику 24-летняя жительница Кизлярского района. Аферист представился брокером и убедил ее вложиться в покупку акций. Получив деньги, он перестал выходить на связь. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», сообщает МВД Дагестана. И о спорте. Медалистов двух любительских турниров по футбол участвовали в Министерстве спорта Республики. Дагестанские команды заняли все три призовых места в Сочи, где в начале мая проходил всероссийский турнир Лига чемпионов. В соревнованиях участвовали 30 клубов из 15 регионов страны. Обладателем главного денежного приза в размере 300 тысяч рублей стал клуб «Сирона» из Махачкалы. Вторые и третьи места завоевали «Анди Хасавюрт» и «Де Иглз». Параллельно с сочинским турниром в Москве проходила континентальная футбольная лига, где бронзовым призером стала команда из столицы Дагестана «Наполе». Спортсменов и тренеров с победами поздравил министр спорта Сажит Сажитов. Он также вручил футболистам и их тренерам благодарственные грамоты. «Хорошая и налаженная команда не боя слабых игроков или слабого звена из-за того, что они каждый друг за друга бьются и с целью, задачу, которую перед собой ставят, идут к нему и понимают, что за этой целью, за этой победой они могут привести много радости, в первую очередь своим близким, родным, за тем людям, которые за них переживают и радуются. Мы, естественно, гордимся и радуемся вами, и я буду думать, мы ваши достижения победы в дальнейшем будем участвовать, принимать здесь в Сенат-Министерстве спорта». Дагестанские боксеры стали лучшими на юниорском первенстве России во Владимирской области. Соревнования в городе Суздаль собрали более 300 спортсменов из 60 субъектов страны. Выиграть медаль удалось семерым воспитанникам спортшколы республики. В активе подопечных Магомеда Магомедова две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Первыми в своих категориях стали Расул Магомедов и Хас Магомед Джавадханов. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла первое место. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин